Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортит, да. Мы продолжаем идти по пути изгнания. Такие персонажи интересные. Альгиз, уровень 25, какой-то бегает, качается тоже. Это кто? Бураттиборг, уровень 21. Фас, уровень 24. Ну, люди бегают, качаются. Стрелу мне в жопу, уровень 24 тоже, вот тип. Он уже исчез, когда телепортируется. Нормально, девушка ушла. Ладно, хороший ник, стрелу мне в жопу, я одобряю. Итак, по квестам, что нам поручили? Надо разбойничьей дрязги. Лесному лагерю все время угрожают три врага-разбойников, главарей которых зовут Крайлист, Антиопа и Дуб. Если вы сможете устранить угрозу, Иерамия наградит вас очком пассивных умений. Но, есть другой вариант. Убить двоих разбойников и помочь третьему. Поможем Крайлисту. На нормальном первом уровне сложности здесь получим плюс 10 сопротивления ко всем стихиям. Неплохой, кстати, вариант. Убьем Дуба, получим плюс 40 к количеству жизни. Отличный вариант для Война, кстати. Убьем Антиопа, получим плюс некоторое количество маны. Для Война, мне кажется, бесполезная вещь. Маны нам вполне хватит, вообще практически не качая ее. Поверьте мне, нам больше нужно лич маны. То есть, вампиризм маны, нежели мана. Мана точно. Антиопа отпадает и выброс между Крайлистом и Дубом. Я всегда по-разному делаю, на самом деле. Чаще всего... А, игровой мир будет перезагружен через 1 час, 0 минут, 0 секунд. Мы начинаем перезагрузку игровых миров, установка обновления 2.51С. Патч-ноты доступны в нашем фоуар-воруме. О, нифига себе, новый патч загружает. Сука, может все древо изменится. У меня, сука, весь билд лопнет. Я надеюсь, нет, древо меняется время от времени, но обычно несчастно. Ладно, разберемся. Если что, как сука, придется на ходу новое что-то придумать. Но я думаю, не сильно. Оно сильно не меняется никогда, там, редко. Так что, фигня, все. Да. Сука, меня это озадачило. Надо быстрее пройти эту серию. Так вот. Бля, о чем я рассказывал? Ну да. Короче, на этот раз, я думаю, либо Крайлисту, либо Дубу помогать. Не знаю, всегда по-разному. Потому что, на самом деле, некоторые обычно выбирают Дуба почти. Ну, большинство, но не все. Потому что, вот, 40 хп, как бы... Ну, это круто, когда у тебя хорошее умножение по ветке. А у меня вот это будет, тут по 5% и так далее. У нас общее количество хп будет плюс 170, по-моему, по первому билду. На время прокачки, как бы, да, и зарабатывания бабла. И потом есть, как бы, финальный билд мной прикинутый. Сразу скажу, правда, я еще им не играл. Это уже, правда, он будет только на 89 уровне где-то переделываться. Причем он очень легко переделывается. Там, правда, 150% хп всего. Но когда у тебя плюс 40 дополнительных хп, это, знаете ли, ощутимо. Так что подумать надо. Но если я крайлисту помогу, я получу плюс 10 ко всем сопротивлениям. Наверное, знаете, я, наверное, крайлиста все-таки выберу, а не дуба. Вот. Потому что хп это круто. Но сопротивление, многие говорят, а это, типа, фигня, если легко получить со шмота. Получить легко. Но дело в том, что кроме этих сопротивлений, надо еще, как бы, хаос в плюс вывести. А это уже сложнее. Поэтому часто можно наблюдать персонажей, у которых много хп. Они такие все крутые, все такие молодцы. Но вот, от яда мрут частенько. Поэтому не знаю, не знаю. Я, сука, весь в озадаченности. Наверное, все-таки я предпочту помочь крайлисту. К тому же, кстати, награду за этот квест потом в будущем можно, на самом деле, изменить, если хотите. Есть специальный рецепт у торговцев. Но, когда вначале качаетесь, лучше сразу выбирать то, что вы будете потом, скорее всего, использовать. Вот, чтобы сам этим не заниматься. Я выберу крайлиста. Получу плюс 10 ко всем сопротивлениям. У нас, кстати, и по ветке будет немало сопротивлений. При первом билде нам, кстати, крайлист не нужен. Но потом его все равно будем переделывать. И нам надо будет, по-любому, побольше резистов. Так что, наверное, мой выбор, как ни странно, для многих бывалых игроков попадет на крайлиста. А вовсе не на дуба. Так. Ты умер, сука. Ну, он должен был умер. Это как бы не то, что я его не люблю. Ну, просто как бы так оно положено. Всегда так делается. Нагиб, короче, да. Ты тоже умер. Свиток портала заберу. Ларец. Охраняю три группы монстров. Кстати, группа монстров, видите, таким белым кружком подсвечивается. Надо именно их убить, чтобы ларец открылся. А где еще один? Сука, вечно один теряется. Вот он. Нагнута. Понятно. Кроме свитков, тут ничего полезного. Опустошение. Атакует него областью перед собой. Нет, не надо мне все. Так. Ну да. Во. Похищение маны. Первый нот на ману мы прокачали. То есть мана у нас будет вполне так годно похищаться. А почему бы и нет? Перекресток. Нет, перекресток рано. Нам же надо убить белого зверя. Который с ума сошел. Это медведь, короче. Это просто медведь, чтобы вы знали. А, у меня такой есть флакон. Жопа его. А там уже он белый обычный. Надо убить медведя белого. Его логово где-то здесь. Кстати, где-то здесь, по-моему, кроме логова, конечно же, есть вейпоинт. Я его брал? Нет, я забыл. Ну, я брал портал местный каменный или нет? По-моему, не брал. Ну, в жопу. Без портала, на самом деле. В этой локации без портала легко обойти. Она тут не обязательно. Я ее чаще всего не нахожу и забиваю, и не беру вообще. На этой локации она не особо нужна. Кочельный камень. Так, все понятно. Защитник предок. Это все замечательно. Нагнуто. Так. Ну где? Ну пожалуйста, сука. Не надо вот это вот на карте прятать. Тут как и в Diablo и в других похожих играх по джанеру RPG Hack and Slash, карты каждый раз респавниваются случайным образом. То есть карта каждый раз, каждая локация, она немножко по-другому выглядит. Есть определенные закономерности, к которым провыкаешь и потом уже понимаешь, где-то все находится. Примерно. Но опять же, это все примерно. Вообще, обычно, кстати, нора, логово этого белого медведя, оно находится где-то вдоль тропинки. Практически всегда. То есть, ну, редкие исключения. 55 минут, я понял, у нас время есть еще. Берлога, вот она, вот она, берлога. Я говорю, вдоль дороги находится, да. Вдоль дороги лес густой, с бабами и гами, а в конце дороги той, плаха с топорами. И ни церковь, и ни кабак, ничего не свято, нет, ребята, все не так. Все не так, ребята, полюбил цыганку я. Это Высоцкий Владимир. Хорошо. Красиво он все-таки задвигался. О, нагнуто. Да паучки вы задолбали, сука, тараканы проклятые. Двух медведей сразу нагнули одним ударом. Слушай, мы крутые, мы реально крутые. Мы уже 16 уровнем. А на 28 будет вам, друзья, важный совет. Важный совет, что и как делать в этой игре. Кто будет играть. Так. Деталь доспеха. Хорошо беру. Согласен. Согласен, это мое. Так, флакон маны. А хрен, на хрен он на хрен. У нас же, по-моему, сейчас более крутой ремень. 90 маны за 6 секунд. 110 маны за 7 секунд. Нет, мне не надо, у меня лучше. Я более нагибной с этим флаконом маны, чем тот флакон маны. Ну, вы поняли, да. Да где ты, медвежоночек? Цыпа, 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 цыпа. Где он есть? Побьем разлом. Из разлома крутые вещи падают. Ну, частенько. У разлома повышенный шанс, как я понимаю. Ну, я даже не интересовался, но, скорее всего, выбросить ценные предметы. И, к тому же, в разломе попадаются уникальные кольца. Кольца разлома. Я, правда, хрен знает, зачем они нужны. Я вот этот новый контент, который игры наводили, ну, мало еще. Вот, осколки вот эти, кстати, тоже пока еще не использовал. Короче, много чего в игре появилось, друзья, с чем я плохо знаком. Я вот с этими дополнительными вещами, которые сейчас появились, я мало знаком, честно говоря. Не буду говорить, что тут, зачем. Пока еще не изучил. Ну, это потом все изучается. Сейчас это не нужно. Потому что я сам, как бы, ознакомился с некоторыми моментами. Придумал билд. Прокачаем персонажей высокого уровня. Накратим богатство. Хотя большую часть богатств нам уже не надо. У меня уже есть то, что я буду даже на высокие очень, там, в карты идти. В общем, посмотрим. Разберемся всем. Я буду вас вводить в курс дела. Что и как я тут буду делать. Вот это возьмем. Похищение маны и здоровья. Потом пойдем в ману. Потом пойдем в здоровье. Вот. 0,4% атак похищается в виде маны. 0,4% похищается в виде здоровья. Полезно? Хорошо. А вот, кстати, он. Великий белый зверь. Был. Ну, был. Он долго не выдержал. Потому что, сука. Нашего персонажа хрен-то так просто завалит сейчас. Наш персонаж вообще, наверное, первый весь уровень сложности. Если мы пройдем, мы ни разу не умрем даже. То есть, нас не смогут. Ну, мне кажется, да. С таким запасом уников, как у меня там лежит уже подготовленный на прокачку. Вот. Как только выполнили этот, не надо сразу идти в город Несси сдавать. Почему? Потому что квест. Потому что, давай сюда зайдем. Вот. Перекресток. И тут возьмем этот, бейпоинт. Так удобнее будет. Ну, в смысле, этот портал каменный. Надо его взять. Он очень удобен. Вот этот перекресток обязательно тут надо, портал взять. Обязательно надо взять. Это полезно, сука. Весьма. Так. Ты тоже отсосал. И ты. Ребятки. Ну, кучнее. Я люблю, когда монстры кучные идут. Так, быстрее качаешься. Быстрее убиваешь их. Все. Так, пойдем к Нессе. Говорю к Нессе. Как она? Иена. Иена. Иена, короче. Дух белого зверя успокоился. Боль ушла. Прими этот дар от меня и бедного создания, которое обрело мир. Да мне это не надо. У меня есть там как-то вроде нормально. Так, давай мы тебе это продадим, когда сразу все. Все отлично. Отлично же, отлично. Я считаю, что все отлично. Так. Кстати, я могу что-нибудь новенькое одеть? Из моего гира подготовленного. Нет? Ничего нету, да? Я пока ничего не открыл дополнительно. Ну да, ничего нету. Может, это было раз в один день. Не, не надо. Она сейчас бесполезна для нас. Так, ладно. Не будем отвлекаться, друзья. Все это так... Шквал клинков. А, у меня же он есть, кстати, да? Ну ладно, какая разница. Здесь пока нам все недоступны наши навыки. Хорошо. Пока нам это все не нужно. Куда мы идем? Да. Да. Мозги, сука, как всегда, работают просто идеально. Рокутаген. Здесь как раз находится господин Крайлист. У которого можно получить плюс 10 сопротивления всем стихиям. Мы к нему не пойдем, пошел он в жопу. Мы в последнюю очередь пойдем ему поможем. Убьем Дума, уйдем Антиопу. Вот. Хотя, конечно, меня так это все терзает. Может все-таки Дубу помочь. Плюс 40 ХП получить, на самом деле, это весьма солидно. Но я помогу все-таки Крайлистом. Я больше уважаю ХП и броню, нежели... Ой, этот... Резисты и броню, нежели ХП. Хотя ХП, на самом деле, важная штука. И... К... Так сказать, к тому моменту, когда вы пройдете все три уровня сложности и подкачаетесь, в уровне до 85-го, так желательно 3000 и больше иметь. При том, что у вас хороший урон. Если урон у вас средненький такой, ну, не очень, как бы, вы быстро сносите монстров, то, блин, 4-5 тысяч надо. Ну, ладно. Это все мелочи. Не будем вдаваться в эти подробности. Все это очень условно. Все это очень условно. Я видел персонажей, у которых 2500... Ага. ХП, но они на 90-м уровне выносят все. Просто урон фантастический, поэтому противники просто не успевают им ничего сделать. Так что посмотрим, посмотрим. Я помогу, как человек, который вечно, очень, очень жадно относится к резистам, я помогу Крайлисту и получу 10% сопротивления всем стихиям. Меня это устраивает вполне. А может Дубу, сука. Я все еще сомневаюсь. Подумать надо. Поможешь Крайлисту, получишь сопротивление. А может Дубу, получишь ХП. Загадка, сука, что делать-то? Наверное, нафиге Крайлисту. Так. Мы об этом позже. О лабиринте. Это вообще отдельный контент. Он не связан с сюжетом игры основном. Так что об этом мы о всем будем потом говорить, друзья. Так. Обитель грехов уровень 2. В английской версии, кстати, называется... Как у нас оно? The Chamber of Sin. Отлично. Ого! Ой, Кутаги на скелетике. Противные, кстати, они молнии бьют. Если тебе они нанесут критический удар молнией, ты будешь в состоянии шока. Ну, весь наш персонаж, он так, как бы, искрами покрывается, весь такой, светится искрами. В таком состоянии вам наносят противники двойной урон. По-моему, практически... Я не помню точно. Давно играл механику, не помню все. По-моему, любым уроном. Защитник предков высокого качества. Неплохая штука, пусть еще будет. Вот, кстати, вот эта штука, только высокого уровня. Так. Мы качнулись еще. Еще возьмем вампиризм маны, лич маны пусть будет. Ну, не будем определять, так просто откроем, да и все. Огнем. Угу. Свиток, свиток. Вместительный флакон маны. 140, кстати, восстанавливает. Вот. Вот это я понимаю, это я уважаю. Временно как раз нам не помешает такая штука. Хотя скоро уже вообще не нужно будет этот мана, я смотрю. Да, уже восстанавливает, смотри, как быстро. В целом, можно вообще уже бутылку мана выкидывать нафиг. Серьезно. Смотрите, как у нас мана быстро восстанавливается. Благодаря личу. Но нам все равно придется вот эту последнюю штуку прокачать, потому что в будущем мы будем пользоваться таким навыком, который очень много маны будет жрать. Особенно с камнями дополнительными, усиливающими его. Вот он, кстати, испытание восхождения. Это для доступа в будущем лабиринт. Ну, это отдельный разговор, нам это пока не нужно. Так. Куда нам бежать? Куда нам бежать? Вот здесь, значит, это. Уровень 2. Так, мои хорошие. Вы извините, как бы. Ну, они немножко так на кусочки рвутся. Я не то, что их не люблю. Просто, как бы, жизнь так устроена. Да. Так. Ну, они должны были умереть. Все рано или поздно. Умирает. И они умирают. На гнуто. Да. Так. Вот. Давай, 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 давай. Угу. Тут скелет, по-моему, будет босс. И штука у него такая зеленая тоже. Я не знаю, как она называется в русской версии. Ну, вы поняли, да я по сюжету вообще мастер. Год играл, когда от своего время доиграл. Сюжет. Ну, как-то так вот. Как бы. Есть плохие люди, их надо убить, сука. Как всегда. 45 минут, я понял. Ну, ничего, нервничайте. Почему это доступно в нашем форме? Надо, сука, это почитать. Как бы всю ветку не перебросили. Ну, я надеюсь, ветки вообще-то не коснется, честно говоря. А если коснется, то это не будет какое-то космическое просто изменение. Это надо снова сидеть в специальном калькуляторе и прикидывать, чё там пойдёт, чё не пойдёт, как бы. Хотя, с другой стороны, мы можем чё-нибудь более классную ветку сделать. Ладно. Вера, гладиатор, ты до сих пор не в желудке одной из тварей. С тебя рассказ о том, как ты выжил. Не бойся, моя сладенькая. Я тебе это буду раскладывать сотни, а то ещё тысячи раз. Потом поймёте, почему. Убейте Фиделиса и спасите Елену. Это тварь. Она перебила всех. Помогите. Леночка, ты там прячешься. Моя сладенькая, в тени спряталась бедная девушка. Пойдём поможем. Фиделис! Вот он, Фиделис. А что с тобой стало, скорбящий Фиделис? Какой-то страшный стал ты. Ну, мы помогли ему. Можно так сказать. Странное устройство. Камень Мора. В чистоте этого кристалла виден иссушающий взгляд самой порчи. Хорошо. Устройство превращения. Дознаватель Милавий. Передаю вам это устройство превращения в знак признания вашей преданности нашему возвышенному искусству. Пусть оно послужит колесницей, на которой ваши мечты ведут в Явь. Малахай. Придворный волшебник. Империя. Ну да, господин волшебник. Ну и кему ты замутил, конечно. Елена. Будь проклята, Вера. Она искала Камень Мора. Одно из творений. Милавия. Он у тебя? Хорошо. Поверь, это не та вещь, которой вправе владеть эта ведьма. Знаешь лагерь на вершине плотины? Нанеси туда... Понеси туда Камень Мора. Я буду там. Хватит с меня. Эбонитового легиона. Хорошо, я понял. Понял. Хорошо, Леночка. Не вопрос, как моя сладенькая. Все нормально. Мы эти все вопросы решим, как бы. Устретимся. Островная девчонка. Она жива. Не хочет к своим людям. Хочет остаться с нами. Надо отдать перебежчицу и вождю и сказать, чтобы воины в черном оставили нас в покое. Из-за тебя я больше знаю и хуже сплю. В знак мира Елена отдала мне один из своих блестящих камней. Возьми его. Бешенство. А это, друзья, то, что нам нужно. Это один из двух наших основных навыков. Навык бешенства. Герой атакует врага и получает при попадании заряд ярости. Такие заряды повышают скорость и атаку героя. Каждый заряд 5% улетит. Это понятно, да. Скорость атаки за заряд ярости. Это то, что нам нужно. Его мы поставим. Куда мы поставим? Мы его поставим, кстати, пока сюда поставим, наверное, да? Он пока нам вообще не нужен. Просто пусть качается. Вот здесь стоит. Все. Он нам пока больше не нужен. Просто пусть качается. В любую ячейку левую. Мы его использовать не будем. Мы берем даже отсюда. Итак. Я снова вижу дневной свет. После такого кошмара. Это сбывшаяся мечта. Спасибо тебе за мое спасение. Я столько натерпелась, что растеряла все слова. Хотя постой. Прими мою благодарность и заверение преданности. Используй мой ум. Острейший из многих клинков. Теперь мое знание. Твое. Хорошо. Вера привела нас в это гнездо порока в поисках шипа. Колдун Милави использовал шип для ввода экстракта из камней добродетелей в живых подопытных. Один из них теперь хорошо знаком тебе. Фиделис. По всем признакам, инструмент должен быть там, где его нет. Прошу тебя, найди шип раньше Веры. Боюсь представить, как чудовище она породит, если у нее будет шип Милави. Хорошо, я понял. Шелк. Я бывал в лесу Восьмилапых, к югу запада отсюда. Однажды я встретил мать Восьмилапых. Мы сражались. Мое копье застряло в ее глазу. Оно до сих пор там. Иерамия посоветовала забыть о копье. Сказала, что оно создано для некой темной науки. Но я хочу вернуть свое оружие. Мать Восьмилапых помнит мой запах. Но тебя она не знает. Можешь сходить и забрать у нее копье? Да заберем. Как бы это ни вопрос. В оскверненной святыне заперт сильный дух. Ты почувствуешь его, если прикошнешься ко мне. Они говорили со мной. Сказали забрать их алтарь и найти руку благого человека. Он жил в этом храме, как ты его называешь. Алтарь принадлежит ему, приносит от руки хозяина. Ты можешь найти белого человека и принести его руку. Когда дух алтаря пробудится, я проведу тебя к нему. Обещаю. Ну что ж, хорошо. Это не вопрос, подружка. Я понял, о чем ты говоришь и где это находится. Белая рука. Белая рука. Это склеп. Надо туда идти. В склепах. Или как так называется. Это фэллшрайн, руины и дальше. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем в ту область, друзья. Пока что у нас еще. Пока что сервер. Когда будет перезагружаться? 40 минут. 40 минут нормально. Время у нас вполне таки есть. Итак. Вот сюда. По святой земле. Инна попросила вас найти руку благого человека. В склепе к югу от перекрестка. На востоке от лесного лагеря. То есть нам надо, получается, на восток от лагеря. Восток, точнее, даже юго-восток. Вот сюда. Сука, как они разлетелись красиво. Нравится мне это дело. Так. Руины оскверненной святыне. Нам сюда? Да. Тут тоже много ракутагиных. Мы их нагнем, как и положено. О, кстати, смотрите. Тоже новый контент, который добавили недавно. Но, во всяком случае, несколько лет назад его не было. Хорячий костяк. Бормочущая сущность печали. Вот такие есть замороженные противники. И у них есть сущности, так называемые, эссенции. Я пока не знаю, как ими крафтить, для чего они нужны полностью. Но нагибать их прикольно. Правда, они очень опасные. Ну, на высоких уровнях. Тут они, конечно, нет. Это как бы фигня. Вот я их убил и получил вот такую сущность. Бормочущая сущность печали. Улучшает обычный предмет до редкого, наделяя его одним определенным свойством. Свойства ограничены 45 уровнем и ниже. Оружие плюс один к уровню размещенных камней холода. Прочие предметы. 13-17 к ловкости. Ну, сойдет. Для нагиба, для начала сойдет. Да. Единственное то, что он улучшает обычный предмет. Да. Если бы он мог, как бы, добавить эти свойства уникальному предмету, скажем, моим мечам, это было бы круто. Меч, как называется, смотри, интересно. Царевна. Сабля. Прикольно. Да. Так, где-то здесь получается. Я тхожу, моба, короче, долблю просто немножко. Так. А, вот здесь, да, мы проходим. Во! Отлично. Нагнуто. Так. И мы берем самый большой нот на душевная пустота. Еще больше похищения маны, еще выше скорость восполнения маны. Так. Все, мана не тратится. Буту, кстати, можно уже скоро выкидывать с маной. Мана, по сути, не нужна будет. Вот здесь у нас склеп находится, насколько я помню. О! Плакальщица. Какой-то уникальный монстр. Ну, я его нагнул, собственно говоря. Просто какой-то уникальный босс. Ну, не босс, как бы, просто монстр уникальный. Таких много, на самом деле. Еще есть изгнальники. Они выглядят так же, как и мы. Они тоже вроде как. Ну, тоже вроде как изгнальники. Они на нас нападают. Они, знаешь, как это? Рогио-экзайлс. То есть, разбойники-изгнальники. Настоящие преступники, которых сюда изгнали. Они туда разбойничают. Выглядят, как наши герои. Там тоже, типа, у них всякие, там, ну, как будто донат. На них там все светится, как у моего, например, персонажа. Он у нас только раз пытается напасть, убить. Бывают очень сильные, кстати. И не слабее наши персонажи. Поэтому, иногда приходится попотеть. Ну, тут-то нет, как бы, сейчас мы точно потеть не будем. Откроем этот разлом. Ну, поднагнем немножко, как бы, пофармить неплохо будет, я считаю. Так. Сосамбочка. О, ну, это же великолепно, брат. О, ты смотри, сколько тут сфера у нас. Сфера удачи. А. Че? Пошел в жопу. Во. Да. Стеганый доспех. Сколько рарок выпадает желтых. Неплохо, неплохо так. Годненько. Ага. Не, молот, не хочу я эти картографы, парни, потом. Так. Ладно, возвращаемся. Возвращаемся к нашему к сюжету. Большой флакон жизни. Это не нужно. У нас повыше есть один уже. Один такой же. Идем дальше. Нам надо найти артефакт под названием рука, да? Кстати, смотрите. Бешенство, которое мы впоследствии будем использовать как один из двух наших основных навыков. Что оно из себя представляет? Смотрите, мы убиваем монстров. И смотрите, что вокруг нас появляется. Вот такие заряды. Каждый из зарядов повышает скорость нашей атаки. То есть, это на самом деле очень круто. Но они нам нужны будут немножко с другой целью потом. Я объясню почему. Этот навык хорош в связке с другим одним навыком. Вначале мы используем этот, потом используем тот. А потом мы немножко используем этот в будущем. И итог объем тех. В общем, увидите. Классно, я объясняю, сука. Рокутагин, как всегда, просто мастер объяснения. И бог тавтологии. Ха-ха-ха-ха, да. Повелитель демагогии. Так. Ну, сука. Куда, куда идти-то? Сюда, да. Это опять испытание восхождения для лабиринта, которые нужны будут. Но они нам не нужны сейчас. Так. Они мне вообще не нужны, потому что я уже одним персонажем прошел. Вот поэтому другими персонажами я могу и так и проходить. Бля, у меня же даже на Uber лабиринт, по-моему, пройдены. Да. Ну, ладно. Это отдельная тема. Вам, кстати, тоже сразу, когда будете играть, не надо их проходить. Кто будет играть, да? То есть вам не надо их проходить. Вы их потом пройдете, когда уже докачаетесь там уровня до сорокового хотя бы, до сорок с лишнего. Пройдете первый уровень сложности. Тогда пройдете эти дополнительные испытания в лабиринте и уже нагнете. И получите под класс. Восхождение выберите. Я вам расскажу, что как делать. Так. Короче, я не знаю. На эту игру реально я буду, конечно, все объяснять. Но вообще тут можно энциклопедию за его написать. Она даже такая есть. Pass of Exile Viki называется. Много-много интересного. Наверное, в этом и пылились, эта игра. Почему она нравится опытным дипломанам. То есть, третья Диабло, это совсем не то, честно говоря. Ну, и как бы мне нравится. Я не говорю, что это плохая. Это хорошая игра, как бы. Близзард вообще не делает плохих игр. Вообще, в принципе. Ни одной не знаю, чтобы она плохой можно было назвать. Но третья Диабло, это очень такая, очень упрощенная, очень казуальная. Очень совсем, ну, какая-то неинтересная. Слишком простая, пустая игра. Для меня лично. Для многих, конечно, может, это не так. А здесь, понимаете, ты просто открываешь это, ты понимаешь, что ты можешь творить и делать все, что хочешь. И такие вещи придумать, что они будут просто неповторимы. И, к минимуму, это для опытных игроков такого поджанра, да, RPG-шек, а именно, hack and slash, rogue you like, как еще и называют, да, такие RPG-шки. Для любителей истинных поклонов и фанатов такого жанра это подарок, а не игра. И в нее реально можно годами играть, и она никогда не надоест. В первое время вообще можно сидеть задротить, как бы, как наркоман. Но потом, конечно, как бы тоже все имеет свойство надоедать. Неделю-две там. Потом, понятно, уже разбираешься, уже так более вдумчиво играешь. Кто-то дальше задротит. Я помню, когда я его только установил, я вообще просто не ожидал, что такая. Я не знал, что такая игра существует. Потому что она очень популярна за рубежом, у нас она не так известна. У нас ее особо не рекламируют, как бы, на наш она рынок. Ну, сейчас более-менее еще вышла, но и особо, опять же, не рекламируют. А за рубежом она почти так же популярна, как Diablo 3. Это сверхпопулярная игра у них. Кстати, если ты играешь на московском сервере, это ничего не значит. Это только шлюз. То есть, на самом деле, я сейчас играю не на московском, это как бы шлюз, да? Я играю со всем миром. То есть, я могу сейчас... Если я хочу, я могу на другой сервер, на другой шлюз перейти. Могу пойти на Францию играть. Куда угодно. Персонажи везде одни абсолютно, на весь мир у тебя. То есть, со мной весь мир сейчас играет, фактически, в этой игре. Так что, это круто. Сервер будет перезагружен через 30 минут. Я понял, понял, мои хорошие. Не переживайте, мы все это сделаем. You was owned. Так, деталь доспех. Это мы обязательно приобретем. Так, ты тоже нагнут. Да. Френзи есть. И еще прокачали. Ну, пусть будет, да. Френзи это вот этот бешенство навык, который вокруг эти заряды зеленые дает. Которые нам очень будут нужны, но не скоро. Сундучок. И рачок. Кстати, кто звонил, сука? Время-то ее красоты. Или никто не звонил? Не, показалось. Так. Тоже готов. И ты нагнут. Угу. Да. Ну, наглые, сука. Они не кончаются. Во, вот здесь это, точно помню. Здесь этот скиллитон будет. Здорово, Аркутагин. Как тебе, старшие блюстители и иринии? Ну, как бы я не успел дочитать, он умер. Как обычно, да. Так. Это я возьму, это мне нужно будет. Так, все. Смерть вам. Паукообразные. Восьмилапые. Почему их называют восьмилапые? Потому что у пауков восемь лап. Именно так. Да. Золотая рука. Золотая рука. Открытую в жесте мира ладонь отрубили рабы войны. Отнесите золотую руку Ине. Хорошо, Ино. Мы идем к тебе, моя сладенькая. Иночка, мой пупсичек. Так. Иночка. Вот и ты моя. Ино. Я буду звать тебя Сторожем Снов. Вокруг столько плохого. Но ты приносишь нам хорошее. Я обещала привести тебя к духу. Пора его разбудить и сделать жизнь немного лучше. Угу. Так. И нам дают джевелы. Самоцветы. Они нужны будут потом, чтобы вставлять их прямо в древо наших пассивных навыков. Если у нас есть отверстие по нашему билду для самоцветов. У меня есть целых два задуманных. Увеличение урона от стихии. Регенерация маны в секунду. Сопределение семь стихий. Да, собственно, это говно-говно такое. Вот это возьмем. Пусть будет. Может, потом нам понадобится временно. На некоторое время, пока не будет предметов дополнительных. Так. Книга раскаяния. Это сброс навыков, опять же. У нас уже, кстати, мы можем четыре очка сбросить, если мы где-то накосячили. Но мы нигде не косячили, потому что я уже все тут знаю наизусть, что мне нужно. Так. Это вот столько у меня этих самоцветов уже я насобирал. Что тут только нету. Тут, по-моему, даже дорогие какие-то у меня есть. Ладно. Все. Давай этому. Груст. Тупорылая твоя имбецильная душа. Давайте я тут все продам. Вот. Я продал. И опять это. Орбы закинем в нашу. Валюту нашу. А что? Нафига нам нужна, правильно? Нам не нужна. Не нужна. Эссенцию сюда. Специальный отдел для эссенции у меня есть. Так. Ну что, мы закончили? Ну да. Мы здесь вот это все выполнили, эти квесты. Теперь нам надо вот сюда. Путь вперед. Откройте проход к вратам заключенных из западного леса. Это еще отголосок с первого акта. Мы ведь так до сих пор не открыли этот путь. А открыть бы его надо обязательно. Именно так. Мучительно острый. Шелк нашел шип Милавия, но после оставил его в покоях ткачихи. Ткачиха это мать пауков такой небольшой мини-босс, короче. Отправьтесь туда и верните шип. То есть завалить надо эту ткачиху проклятую. Купить. У тебя какие навыки есть? Удар. Герой теряет здоровье, но при этом получает повышенную скорость атаки. А, это понятно. Это Бладласт. Да. Жажда крови. Он нам не нужен. Мы им не будем пользоваться. Северная броня. Понятно все. Это не нужно все. Нам нужно бешенство. Нам нужно бешенство. А им нам нужен внезапный удар. Или как его чаще всего называют. Его называют в основном на английском. Потому что все привыкли. Называется фликер страйк. Именно им мы и будем пользоваться. Как ни странно. И опять же завсегда-то игры могут удивиться. Потому что обычно фликера делают. За дуэлиста с двуручным мечом. Но это более дорогой билд. Как правило. А у меня мой билд достаточно дешевый. Хотя не знаю. Он тут тоже недорогой. Цены на предметы частенько меняются. Поэтому может быть сейчас. Двуручный фликер. И не дороже мы его получим. Посмотрим. В общем. Не будем мы гадать. Не буду этот выпендриваться. В общем все нормально будет. Мы будем гнуть. Так что не переживайте. Я вам все расскажу. Что как надо делать. Хотя через 25 минут все может поменяться. Как и вся ветка такая. Так и. Да. Ну как обычно в общем. Так оно и будет. Сейчас я рассказываю. Как надо качать. Что там. Слушайте батьку. Через 25 минут. Патч установили. Там полветки изменилось. Сука куда-нибудь. Что-нибудь уползли. Все навыки. Сидишь думать. Бля. Что теперь делать. Но это классно на самом деле. Когда ветка меняется. Новые возможности. Новые перспективы открываются. Прокачки и так далее. Так что. Разберемся. Разберемся. Я не знаю. Я за эту лигу. Она заканчивается у нас. 27 февраля. Успею ли я вообще. Весь контент игры. Познать скажем так. Ну под вопросом. Потому что скажем. Чтобы. После. После уже прохождения. Всех сложностей. Есть такой. Босс от Зири. Очень сильная. Смогу ли я его завалить. Но вообще. Второй билд. Который я задумал. Он как раз. Задуман. Чтобы любой контент. После игры. После игровой. Основной. Нагнуть. Ну почти весь. Потому что нужны еще более крутые шмотки. У меня их нет. Так что посмотрим. А еще есть так называемый шейпер. И его по моему даже еще сложнее. Чем от Зири убить. Посмотрим в общем. Я вам столько всякого рассказываю. Многие даже не понимают. О чем речь. Ну кто уже начал играть. Уже может кто-то в курсе. Серия у нас не первая. А целая третья. Сука. Да. Так что может быть. Кто-то из вас уже в курсе. О чем я говорю. Да. Посмотрим. Посмотрим. За эту лигу может быть. Если я буду играть. Не забью. Но я не должен забить. Потому что все-таки. Я люблю такие игры. Очень. Очень люблю такие игры. Вот. Именно в стиле Diablo. Не в стиле там World of Warcraft. И так далее. Я не люблю. Они какие-то нудные. Сука. Слишком задротские. Слишком злогие. А это так бодренько. Как бы. Нагиб там. Мясо. Сука. Люблю такие игры. Обожаю. Обычные РПГшки. Я люблю именно это. Ну. Вы поняли. Сюжетные. А не многопользовательские. А вот Hack and Slash. Я как раз. Одиночные. Я вот такие не люблю. А зачем одному играть. Ну как бы. Нет. Я играю тут один. Он мне нравится когда это. Онлайновая тема. Торговля между людьми. ПВП потом тоже. Кстати потом. Знаете. Может быть этот персонаж. Что на ПВП. О. Сфера Вава. Выпала. О. Это более редкая кстати сфера. Ну не сказать что она очень ценная. Не. На самом деле она ценная на высоких. Для кого-то ценная. Для меня нет. Пока она мне нафиг не нужна. Да со самбо все. Так. Ну да. Вот это. И вот это потом. Да. Пустота тела. Хорошо. Сплэш до мэйч прокачали. Обнулся у нас. Что нам нужно друзья. Я болтаю. Болтаю. Короче. Отвлекаюсь от самого главного. О чем думать должен. Ну да. Надо найти вейпоинт очередной. Каменный портал. Да. Западный лес. Пойдем в западный лес сразу. Завалим девушку. Одну из разбойниц. Как она там. Алира. Короче. Ее зовут на английском. Не помню как он это. Антиопа. Да. На русском. Антиопа. Антилопа сука. Так. 25 минут. Ладно. Да. Времени у нас мало. Остается. Чтобы завершить эту серию. Но собственно говоря. И серия уже по идее. Должна скоро подойти к концу. Друзья. По уму. По уму. Так что. Надо бы. Надо бы. Думаю. Эту антилопу мы все таки завалим сегодня. В любом антилопу надо завалить. И наверное. Будем потихоньку закругляться. Посмотрим. Может я успею еще. Наверное. Я наверное завалю антилопу. Освобожу. Проход в лес. К побережью. Да. Освобожу. И завалю. Ткачиху. Королеву этих пауков. Местную. Вот. Кстати. Видите. Вот на карте. На мини карте. Вот тут справа. Видите. Это как бы. Дорога разрывается. Такой. Проход образуется. Вот даже эти стоят. Ну. Огни горят. Это намек на то. Что. Антилопа. Это где-то здесь. Антилопа. Сука. Хорошо я придумал. Нравится мне это название. Да умрите. Сука. Вы задолбали. А вот эти маньяки. Кстати. Они взрываются. На первом уровне сложности. Много они мне урона не наносят. Так что я могу себе позволить. Показать это. Вообще. Безжалостно. На третьем уровне сложности. Что ему. Ну не. Не смертельно все равно. Но лучше как бы лишний раз не позволять им взрываться. Бля. Сука. А где это? Я не понял. Ну сюда же антилопа показана. Сука. Вон этот выход с области одежды. Это мы знаем. Где? Вот антилопа здесь. Вот антилопа здесь. Вот. Антилопа. Антилопа. У тебя сильная аура. Антилопа. Этих амулетов позволят мне обезопасить стоянку. Принеси мне два амулета столь жил живых языков, а я поделюсь помощью мощью артефактов. Рекласс тебе без друзей никуда. Поверь. Друг из меня. Прекрасный. Ну, как бы я понимаю, но я тебя убью, сука. Мне твои плюс 60 единиц там маны или сколько? Меня нахер не срались, честно. Магом оставь. Так. Девушку мы нагнули, я думаю. Как бы. Баба скин уничтожен. По-любому. Сосамба. Так. И надо найти... Успеть. Успеть, сука, как всегда. Так, а я же взял этот... Да, я портал взял здесь. Взял портал. Давай пробежим, сразу посмотрим, где логово пауков. Но вначале не туда пойдем, в любом случае. Вначале мы пойдем, нагнем тут еще кучку капитана и его стражников, которые охраняют дорогу. Они с этого эбонитового легиона, или как он, я понял. У меня догадки уже по сюжету есть. Хотя я его не знаю. Но я полагаю, это так. О! Страдающий военный. Такие духи постоянно летают. Их убить надо быстренько. Тогда они дают тебе всякие там штуки, из них упадают. А если не убьешь, они другим монстрам вокруг сами улетают, дают бонусы. Вот. Все, дядьки готовы. Во, мужик. Капитан Артемий. Волшебный символ. Вот он нам нужен. Помните? Волшебная печать. Все. Свободен дорога. Дорога в первый акт освобождена. И это великолепно. Мы не будем проходить сейчас туда-обратно в первый акт. Мы потом через телепорт, просто через город пройдем. Но встает вопрос. Где логово ткачихи? Обычно оно там внизу находится по карте. Но мы его на первый взгляд сразу не нашли. Так что оно может быть и вверху где-то здесь. Хотя обычно нет. Всегда почти внизу. В нижней части карты оно находится. Ну, логово ткачихи. Логово пауков. Где находится этот меч, который шелк потерял. Балабол несчастный. Я такой воин. Мы с тобой, братья по крови, короче. Пошел. Героем себя почувствовал. Пересрался. Паучиху один раз кнул этим кинжальчиком. Там и оставил и смылся. Вот, покой ткачихи. Нашли мы это логово этих пауков. Так. Дорогая ткачиха. Иду к тебе в гости. Буду гнуть. Так. Так. Ловушка молнии. Снаряд ловушка. Чары длится молния. Это понятно. Это не для нас. Это для трапперов. Специалистам по ловушкам. Тоже такие персонажи есть. Очень мощные, кстати. Трапперы, блин. В связи с последними вот этими обновлениями, которые я видел. Они пипец могучие. Они, по-моему, даже мощнее, чем эти. Чем тотемщики. Ну, во всяком случае. Они, кстати, универсальны. Они, как. Вот, если тотемщики еще спорно. То трапперы, они эффективны и в ПВЕ. И в ПВП очень. Смотря какой билд, правда. Но некоторые очень эффективные. Просто до жопы. Хотя ПВП в этой игре, ребят, лучше есть отдельный специальный режим, только ПВП, да? Где ты играешь персонажем 28 уровня. Это самое классное, самое интересное. А среди высоких персонажей, ну, там как-то не так. Немножко бредово. Нету такого, понимаете, азарта, маневров. Не хочу я тебя забирать пока. Да. Нету этого. Точильный камень. Точильный камень я возьму. Да. Это хороший лут. Так. Во, смотри-ка. Редкий мне, рарный попался. Сундучок. Мы его откроем. Да умри, падла. Ну, что ты делаешь? Не надо так. Вот. Ну, пожалуйста. Ну, откройте. Ого. Слышь. Нормально выпало. Точильный. 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 Ну, как бы так, да. Ну, хоть что-то. Стилет возьмем. Золотое кольцо. Еще что-то там. Так. Нагнуто. Да. Да. Да, я не туда пошел. Ну, потому что я не знал. Я не мог знать, куда я туда иду, не туда. Нам по верху, значит, вот здесь теперь обходить. Хорошо, обойдем. Обратным таким же этим путем. Вот она. Да? Very good. Ну, ткачиха, ну, моя сладенькая, ну, где ты? Ну, почему ты прячешься? Паучишка моя маленькая. Моя сладенькая такая. О, пучка. Где-то есть, сучка проклятая. Хм. Во. Ну, в смысле, не вот эта, не она, конечно. Ну, хоть кто-то. Ненавижу без дела бегать. Никого не убивать как-то. Как-то это неправильно. Это столько слишком мирно. Во, вот этот я возьму флакон маны, он мне. А хотя нахрен мне флакон маны его. Выкинул, блин. Как и этот тоже выкинул, он тоже не нужен. И вообще флаконы маны не нужны. Вообще не нужны. Собственно говоря, наступил такой момент, когда нам вообще ничего не нужно. То есть, вот первые два флакона хп нам это вот так вот хватит. Нам флакон в жизни больше не надо. Вообще даже одного, по идее, хватает. Вот. И два флакона ускорения. Я даже не знаю, я ничего туда ставить не буду. Пусть так и будет. Пока что. Ты умер? Во, сапфировый флакон. Вот это поставлю. Что он дает? Сопротивление хаосу, что ли? Холоду. Сопротивление холоду. Пусть стоит. Бесполезен, но пусть будет. Нам, во всяком случае, сейчас вообще не нужно. Да, на легком уровне сложности. На первом, на нормальном. Как бы на базовом тут. Тут все это фигня как бы это так нагибается. Так, не ждут качихи. Мы пришли, друзья. Очередной босс против нас. Качиха. Вот она. Какая тварь-то, а? А вот ее маленькие друзья. Детишки. Да. Им хана. О. Естественно, тотем ее завалит, нет? Да, тотем все завалит. Все, тотем нагнул. Нагнул качиху наш тотем. Так, отлично. Очень на изи идет, потому что она, опять же, хорошее уникальное оружие, хорошая броня. Все проходится просто, ну, в лед. Летишь и все нагибаешь, как бы. И шансов у противников нет у наших. И это хорошо. Так и должно быть. Аркутагин так и любит. Так. Стихийный урон оружием не надо. Физический урон ближнего боя надо. Ускорение атаки надо. Да. Аркутагин надо приедать. Так. А что ты сказал, кстати? Что-то она сказала. Ну, не важно, это в общем херня все. Так, купить. Купить, купить, купить. Купить, что нам надо купить? Нам же надо купить у тебя кое-что. Моя сладенькая. Да, этого нету. Вот это надо купить. И еще один физический урон ближнего боя надо купить. По-любому. А, нет, подожди. Еще надо купить. Да. Потому что мультистрайка нету. Нам еще вот это надо купить. Вот так надо купить, да. Теперь, что мы ставим? Защитник предков. Я думаю, тотем этот можно убирать. Он нам бесполезен. Урон огнем. Раскатистый удар. А у нас нету этого, да? Парный удар. Поставим физический урон ближнего боя. Вот, вот так вот. Ам-пам-пам-парам-пам. А это просто пока втыкаем. Мы все равно пока этим пользоваться не будем. Вот. Пусть будет тут. Все, отлично. Отлично, друзья. Давайте вот тут все продам, мой хороший. Давай. Вот это я тебе. Мне оно не нужно, это кольцо. Все это мы продадим. Да, да, да. Я же тебе говорю, going. Так, и сколько у нас остается времени? Остается буквально 15 минут. Я думаю, что мы не будем совсем этим задерживаться. Что я вам хочу сказать? Леди и джентльмены, другие подруги. Вот такая у нас сегодня серия была. Мы убили белого зверя. Мы побывали в различных катакомбах. Собрали некоторые артефакты. И осталось нам здесь, получается, убить дуба. Одного из разбойников. И согласиться помочь Крайтину. Либо убить Крайтина и помочь дубу. Вот. И пойдем, пойдем в более интересные места. Кстати, мы кое-что забыли. Как раз забыли. Первый акт. Нам же надо квест дать. Мы же открыли проход в лес с побережья. А в лесу, как вы сказали, очень все хорошо. Вот он. Брикий. О, странник, как ни то другой. Ты открываешь путь порой. Пусть он ведет в унылый край. Изгнанник. Ты не унывай. Напрасно реет смерть и тень. Надежду дарит новый день. Ты, сука, прямо Пушкин. Ты заслуживаешь упоминания в одной из моих величайших поэм. Заслуживаешь бессмертия в ее строках. Но пока возьми эту вещь. Я хранил ее для особого случая. Боюсь об заклад, что тебе может считаться особым случаем. Ну да, конечно, это особый случай. Книга умений. В очередной раз. И мы нагибаем. Так. И, и, и. И что мы берем? Следующим. А следующим мы возьмем, наверное, вот сюда. Свирепость. Плюс один к заряду ярости. Вначале вот это возьмем. Потом заряд ярости. А потом пойдем вот сюда и вот сюда. Но это уже, друзья, в следующей серии. И если вам нравится вместе со мной идти по пути изгнания. Кто такой? Карвинейс. Уровень 10. Какой-то Ракутагин тоже бегает, качается. Если вам нравится вместе со мной идти по пути изгнания, то ставьте лайки. Яйки чешите. Обязательно элемент. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Ух. Отдохнуть бы надо. Увидимся с вами.